Всем привет! С вами, как всегда, мы, ЛОДС, и мы начинаем еще раз записывать уже непонятно в какой раз рубрику «Вопрос-ответ». Да, всем привет, просто у нас это никак не может получиться. И не забывай говорить в сторону микрофона на всякий случай. Ладно, давай, ты начинаешь читать вопросы, я отвечу... Не-не-не-не-не-не. Ладно, ладно, давай. Нова нам написала в целых 60 вопросов, как он и обещал. Прям с самого начала. Я с самого начала читать не буду, просто буду читать вопросы. Знаем ли мы, что такое Е3? Да, знаю я даже как-то раз на нем бывал. Чувак, ты ездил в Америку? Не, он находится у нас здесь, по крайней мере, периодически, и даже вот в этом году, вроде как, в июне был. В этом году он был здесь, в Москве? Да, то ли в этом, то ли в 13-м. Ну, в общем, суть не в этом. А в том, что я там был и находился, ну, скажу так, что это в основном выставка для разработчиков, нежели для игроков, потому что там в основном технические параметры рассказывают очень, в принципе, интересные для тех, кто собирается разрабатывать игры, но не всегда для тех, кто в них играет. Ясненько. На второй вопрос ты уже ответил, были ли вы на Е3? А вы? Я не был, а ты был. Окей. Так, как... Бу, как опустошились наши кошельки в летнюю распродажу Стима? Как уже сказал Элкин Какабу, опустил он у нас порядочно. Ну, у меня примерно на 6 или 7 игр, что-то в этом духе, а у тебя? У меня всего лишь на одну. А вот так вот, значит, у меня он опустил сильнее. Чёрт. Хотя не факт, несмотря на какую. Хотя нет, Планета Ренигилейшн говорит за себя. Понятно. Почему Деско ушёл из крабов? Потому что создавался крабы для того, чтобы тупо подписчикам было весело. Так он для вас. И, соответственно, как-то вот так. Ну, по фану. По фану, в общем. А ты не ответил на вопрос, почему ты свалил ты оттуда? Ну, ладно, ладно. По той причине, что по мне начали очень много прыгать и прочее подобное. Причём, вне зависимости от того, онлайн я или занят. Все тебя доставали. Ну, во время стримов это да, это напрягает. Особенно, когда просишь не прыгать, а по тебе всё равно прыгают. Но такие засранцы существуют. Следующий. Элл, сделай стрим по ХОТСу. Ой, по ХС. Сделаю, как вернусь из отпуска. Надеюсь, вы знаете, где я. И уже сколько, поэтому и видео не выходит. Да, как он сказал в одной из прошлых записей. Да, о которой я здесь благополучно забыл это упомянуть в начале. Ну, да ладно. Ваша любимая соцсеть, а именно твоя. У меня их нету. Я, в принципе, в соцсетях особо не сижу. Сижу в ВК только по причине того, что у меня там создана группа, которая, собственно, создана, опять же, для вас. И мы её периодически обновляем. Только вот как-то так. Ну, у меня та же самая фигня. Просто поддержать связь с друзьями, посмотреть, что у них нового, позадавать вопросы. А так, нигде не сижу, хотя во многих соцсетях зарегистрирован. Съездили бы вы в деревню, я так, на месяц, картошки покопать, шашлыки пожарить, наверное, а то в Дубае это у нас скучно. Я нет. Мне этого хватило в молодость. В молодости же у нас. Ты такой старенький, бывалый. Ты постарше чуть-чуть, самую малость. Да, и скоро ещё повзрослее, постарше. Ну, а ты? Я бы съездил, почему бы нет вспомнить молодость. А новую разочаровать. А новую. Хорошо, в Дубае всё это тоже есть. В Дубае это всё есть со своим колоритом, с пустыней, с песком, с верблюдами, с роллс-ройством припаркованной в песках. Но это уже отдельный разговор. Ваш любимый стиль в музыке? Ну, вообще я меломан. Самый, наверное, любимый из всех стилей – это рок-музыка. А везде, где нету слов, моя любимая музыка. То есть это, может быть, электро-поп. Электро, хотел сказать. Короче, электронная, дабстеп, там, музыка. Драма, драма, всё такое. Ну и не только. Потому что есть же и та же самая рок-музыка, тоже без слов. Разве? Да. Даш, послушайте. Да, обязательно. Хорошо. Эл так крабит в хэс, что даже порой стыдно смотреть на такое. Да, я знаю, я порой сам понимаю, что я делаю какую-то чушь, виду не подаю. Но, знаете, я это сам осознаю. Даш, когда мы тебе маунт выбивали, ты мне помогал. Не тупить. Поэтому. Да, каким-то чудом я умудрялся играть. Да, так. Вот вы сказали, что коллекцион купите только из-за артбука. А как же интернет-ключ, вроде как Deluxe называется. Там же только ключ и всё. Вот я, честно говоря, не понял самой сути вопроса. Мы уже в какой раз пытаемся перезаписать вот эту запись, потому что нас что-либо прерывает. И каждый раз мы не знаем, как правильно ответить на этот вопрос. Ну, в общем, я отвечу так, что я покупаю, как бы, всегда делюкс-версию, и Элкин покупает всегда коллекционки. Причины на это разные. Причины разные, да. Мне нужно артбук и просто нравятся физические вещи, которые можно поставить на полку. Пусть они пылятся, но ты уже знаешь, что они у тебя есть. Да. А тем, кому пофигу на... Покупают Deluxe. Покупают Deluxe и спокойно наслаждаются. И играют в ту ночь, когда уже запустят сервер. Да, но при этом могут спокойно, например, купить себе отдельный артбук, потому что иногда они продаются. Мы даже сейчас нашли один из них. Да. Самая ожидаемая игра с E3? Я не следю за этим E3. Я тоже. Эл, скажи, как там в 2011 году Вол с платной подпиской и было. Вол сокращение от Wings of Liberty, Крылья Свободы. Речь пойдет о Старкрафте. Было очень много версий европейской полной, которая позволяла вам играть на любых серверах. Не было там никакой платной подписки. А вот для России Blizzard выдумали две версии. Первая версия за 500 рублей, называлась она Jewel. Была на ней платная подписка. Могли играть только на русских серверах. И только с русскими людьми. Игра была только на русском языке. И была полная версия за 2200, по-моему, которая позволяла играть везде. Хотя я не понимал смысла, в чем она отличается от европейской. Но там не было подписки. Те, кто подождал годик, вся эта чушь закончилась. И все, кто играл за 500 рублей или за 2200, им автоматически... Они сравнялись. Они сравнялись, в общем, такие вот Blizzard чудные были. Любите ли вы аниме? Я нет, а ты их? Я да, но в последнее время все-таки как-то нет на это времени. А вообще я люблю больше еще фильмы анимешные из разряда там, например, Унесенные призраками. Так что вот так. Любит он, в общем. Ну да. Почему бы нет. Где следующий вопрос-то? Эл, а где же твои реплейки командных матчей? Да один на один хотя бы одну свой бой покажи. По-русски, как я заговорил. В StarCraft я давно не играл. Кто, наверное, следит за стримами и за каналом, знает, что порой поигрывает Ник. Там у него алмазная лига, туда лезть я не хочу, потому что я буду сливать, плюс уже руки кривые. Поэтому тот, кто мне предоставит аккаунт с золотом, и то, я думаю, в золоте уже хорошо люди играют, могу постримить с его аккаунта, поиграть и показать, как же это все происходит. Я бы предоставил, но тут подумал с прошлой записи и, наверное, нет. Да. Таки. Все-таки я хочу без рамочки быть, да хоть как-то меня... Эх, надо было шанс ловить, да? Да, да. Да, вот надо было тогда, когда я предлагал. Да, еще когда свидетельство было на той записи. Будете ли вы играть в Far Cry 4 и Assassin's Creed? Ну, я могу быстро ответить, что я как фанат вообще, скажем так, Ubisoft-овских игр, я лично играть буду и в то, и в то, особенно в Assassin's Creed, потому что мне нравилась тема паркура и прочего еще с Принцей Пирси. Поэтому однозначно да. Far Cry, если мы купим одновременно, естественно, будем играть и запишем долгожданный какой-нибудь кооперативчик, который нас уже сколько лет спрашивают. Заметьте, если Элкин будет вам что-то говорить после этой записи, что, а, типа, я там случайно прошел Раджи, чем Элкин, там, или что-нибудь и тому подобное. В общем, у нас есть конкретная запись свидетельства того, что Элкин обещал пройти первый из кооперативов именно Far Cry 4. Хорошо. Эл, а сколько примерно стримов по Старкрафту 2 и можно с тобой сыграть, приходить в выходные? Странно, что Новый это спрашивает, он же вроде как наш. Нет, он имеет в виду именно твои стримы, то есть, да. Индивидуальные. Да, а я могу даже от сети ответить, что они у тебя рандомно, как только освобождается Прочнись, наверное, ник и как-то вы там кооперативы соображаете. Да, это в основном происходит по будням, после 6 часов по московскому времени, и вот в случайном порядке они просто, если ты подписан, ты должен получать уведомление. Да, и, кстати, стримы пока что проходят только на лайв-канале, то есть, это отдельно, насколько я понимаю, поэтому... Я прям вот чувствую, что ты хочешь сказать, что с меня страйк сняли. Да, кстати, поздравьте, прям сегодня мы записываем 20-го числа, когда уже страйк ушел и можно стримить на основной канал. Да. В общем, ждите стримчиков. Может, что и будет. Да. Где вопрос? Я мышку специально оставляю там, где вопрос. Тел говорил, что будут гайды и видеоуроки, где же они? Да, вот где они? Гайды почему? И в прошлый раз я думал, что про старкат человек спрашивает, и ответил, что как бы давно не играю, поэтому учить тому, что сам не знаю, или брать гайды и учить по ним не моя тема, потому что надо как-то хотя бы эту тактику разучить и отточить, а на это времени нету и желания. А гайды насчет как стримить и будут там уроки ремонтирования и еще что-то. Это запишу. Ну да, я даже, по-моему, в прошлый раз сказал, что у меня тоже были планы сделать нечто подобное по Xplit, по прочим основным программам, но хотя на самом деле я не понимаю смысла требовать кучу гайдов, если они уже реально в огромнейшем количестве, уже каждый третий сделал гайд на то, как делать какую-то запись через что-то, есть куча отличных гайдов. Нет, тут я не соглашусь, потому что некоторые люди, допустим, любят, как ты именно подаешь информацию и может она для них более понятна. Ну да, может быть, с этой точки зрения да, согласен, если вам нравится подача информации конкретного человека, тогда да, если же просто как еще один дополнительный гайд, то наверное нет. Ну то есть тут тоже от человека, ну гайды будут, да. Будут, все. Вопрос во времени. Может вам сделать так, сначала в час по Москве стримить ДЕС, а потом Л часов так в три. Ну то есть они хотят нон-стоп стримить? Нон-стоп, да, чтобы у нас это, мини-ТВ-ЮТЮБ появился. Нет, такого не будет, будем стримить только одинаково и по очереди, одновременно. Мы стримим только одинаково по очереди, одновременно? Нет, не по очереди, а одновременно. Не путай меня. Ты мою мысль не понял. Любите ли вы фокусы? Интереснее представлять, что это все же некая магия и приятно иногда удивляться, хотя сам знаю там несколько капуару фокусов, но все-таки приятнее удивляться. Так что да, наверное можно сказать, что люблю и больше считаю это так, как магия такая какая-то. Нет, это не магия, потому что когда тебе эту магию покажут, у тебя есть какое-то ощущение, что тебя нае. Вот. И потом ты идешь в интернет и ищешь, как же это все делается. Да, а вот если ты еще и не находишь, то ты чувствуешь, что тебя не просто нае, а вдвойне. Ну скажи это еще раз, что тебя вдвойне. Так, умеем ли мы делать фокусы? Ты уже ответил. Так ты не ответил на вопрос, любишь ли ты. Я люблю, да, смотреть фокусы, но еще люблю больше узнавать, как их сделали. Да, но самое интересное то, что навряд ли... Хороший фокусник никогда не раскручусь. Ну это да, не, навряд ли после того, как ты узнаешь, как делается этот фокус, ты будешь его пробовать. Ну да. Умеете ли вы их делать? Я лично, да, парочку умею. Ну таких, знаете, так, а-ля уличных. Это фигня. Ага. Как Джокер, да, показывал, сейчас я заставлю этот карандаш исчезнуть. Да, да, во, кстати, тоже умею, да. Хороший фокус. Хороший, да, мне тоже понравился. Я у него, кстати, ему научился. Ага. Ага, да. Где прохождение крестоносцами? Ну тут как бы долгая история. Сначала Эл ждал долго меня, потом я ждал долго его, а потом нам стало как-то не до этого. Да, и мы забили и... А, и вообще Эл прокачал своего крестоносца, хоть и недалеко, но он от меня оторвался, и да, вот, в общем, сейчас уже это бессмысленно, что-то записывать. Если только Эл конь, конечно, не решит прокачивать своего крестоносца заново до того же уровня, который у меня... Да, удалить, удалить существующего. Удалить существующего, да, да, да. Нет. Как вам ролик Ходз? Ну, спрашивают про героя. Heroes of the Storm. Ну, мне, в принципе, ролик и ролик. Ну, понравилось, как ядерку скинули. Больше, в принципе, ничего. Ну да. Ролик как ролик. Ну да. Шикарно его не назовешь. Мы чуть-чуть зажались в последнее время, поэтому даже ролик Дренора для нас тоже ролик как ролик. Да. Вот. Какой-то... Да, и несмотря на то, что Элкин утверждает и все подряд утверждают, что ролик Дренора никак не связан с Варкрафтом третьего. Да, я все равно считаю, что в Варкрафте третьем, я говорю именно не про связь, а именно про то, что он был сделан лучше, чем тот, который мы видим сейчас. Стреляли ли вы из оружия? Неожиданное переключение у нас. Я да. Из какого? Из разного. А ты? Помните, ты там говорил, что ты хотел как-то раз пострелять из лука? Да, хотел. А я тебя немножко обломал. Обломал и сказал, что ты уже стрелял. Потому что я все время захожу там в спортивные магазины, где есть отдел оружия. Да, и такой, лук, черт. И там такой лук стоит, я его вечно беру, натягиваю, ко мне быстро подбегает сотрудник. А ну брось, брось это оружие. Саня, брось. Не-не, не делай этого, ты его сломаешь, я его бросаю на пол, он, ну зачем же так, ты же его точно сломал бы. Да-да. В общем, есть мечта. Вот, и вообще я стрелял из винтовки, да и вообще я люблю винтовки по той причине, что даже в ХС, как мы в прошлый раз затронули эту тему. Почему мы, собственно, говорим периодически в прошлый раз, потому что это уже не первая запись вопроса. Поэтому вот так вот. Ну, в общем, когда я раньше играл, я играл как раз за снайпера и стрелял в снайперские винтовки, и это было круто. Мне это очень действительно нравится, это очень приятно. Находиться где-то далеко и поражать свою добычу. Или цель. Или цель, да. Ваше любимое оружие мы уже ответили. 25 вопрос мы пропустим. Ну, мы его можем сказать, хотите ли вы детей, но мы опустим эту тему. Да. Потому что если мы ответим как-то не так, причем не так не для вас далеко, потом просто если кое-кто посмотрит, то не так будет нам. Поэтому мы этот вопрос отпустим. Надо будет еще в начале видео поставить 21+. До всяких случаях. Так, почему Элл стримит кланвары? Вот почему ты кланвары стримишь, а? Да, их что нельзя стримить. Продался? Продался, да? Да, у крабы все уже и надо другие кланвары стримить. Нет, просто пригласили, сказали, давай постримить тебе, нечего делать. Ну, я сказал, давайте. Вроде людям понравилось, которые присутствовали. И, ну, все, ништяк. Ну, да, даже я там, по-моему, побывал на одной из таких кланваров. Да, ты даже потрындел там ни о чем. Да, кстати, я даже был на двух кланварах. Один с тобой, один с Франклином. Он тоже там где-то у них. Так что, да. Можем ли мы хоть один турнир свой проплатить сами? А, вообще первый самый турнир был проплачен. Да, причем кое-кем. Да, кое-кем. Не буду на него пальцем показывать, вы все равно не увидите. Так, вот тут всякие дезы врут. Говорят, что я, типа, там, такой говорю, что напишу вопросы в 20-х числах, хотя вопросы в... А, и написано 28-го числа. Все же, детка, не... Че, зажирайся и не обманывай народ. А я и не обманываю. Ты писал, что ты напишешь 60-х вопросов. Долго писал, говорил там... А, я напишу ему, я вам такое напишу. Да. Орда или Альянс? Тут как бы сути вопроса не вижу. А вообще есть разве выбор? Да, конечно же Орда. У них есть мотоциклы. Да. Теперь. Теперь. Которые получат, как только выйдет Дренор, как я понимаю. Да, и олени будут покупать за 10. Хотя, вот, Близзарды какие же они все-таки... А дальше, видимо, у нас снова устал. И поэтому дальше пойдут повторяющиеся вопросы. И не вопросы в принципе. Да. Вот и половина готова. Это был 30-й вопрос и улыбка. 31-й. Почему я не забрал амстердамовского кота с собой? Я так, знаешь, сейчас прочитал, почему я не забрал амстердам с собой. Если бы его можно было увезти в одном кармане, я бы его привез. Хотя можно частичку амстердам. Частичку, да. Земельку. Земельку. Это как, знаешь, земля русская, да? Это то же самое. А что, я бы побывал в деревне, я там такие кустарники интересные видел. По-моему, уже кто-то частичку амстердама по деревням раскидывает. Ладно, к вопросу о коте. Не разрешили его взять, потому что авиаперевозчик сказал, что они в этот сезон не перевозят животных, что они там типа умереть могут. Да, ну просто как бы клетки не дают, там кот один, куча коробок разных, и кот потом не в лучшем виде пребывает, в общем. Да, плюс там карантин и стресс коту и мне тоже, поэтому я подыскал ему домик, и он там сейчас живет. Так что все, ништяк с котом. Эл, сделай еще гайды по программам и съемке. Я вот думаю, что все-таки прошлый вопрос относился именно к играм по... Понятно. Да, ну мы, в общем, ответили на оба вопроса. По-первыхому, что, да, по-первыхому, что не факт, что будут, но планируются, а вот по программам и съемке точно будут. Эл, сделай стрим один на один, чтобы ты играл. Мы уже тоже отвечали на этот вопрос. Люди еще не слышали. Да, кто предоставит мне золотой аккаунт, поиграем. Да. Как вы относитесь к девушкам? Как в прошлый раз кое-кто сказал? Давай. Не скажу. Не скажу. К летсплейщицам. Ну, сами погадайте, что я мог сказать. Ладно, я специально в конец видеоролика вставлю плохую запись. Да, сказал этот раз. А ты знаешь хороших летсплейщиц? Я, да, видел, но называть не буду. Я не люблю пиарить кого-либо. Ты имеешь в виду, ой, как будто у нас миллиард подписчиков и... Все равно. Все равно. Все равно. Я не люблю сам пиариться и не пиарю никого. Хорошо. Даже тебя. Даже меня. Да. Печаль, беда. Да. Про русских ты говоришь летсплейщиц или про зарубежных? Про наших, кстати, тоже. А их полно разы? Ну, не поверишь, но да. И есть какая-нибудь, у которых там сто? Да, даже больше. Даже больше. То есть они делают периодически только летсплейные видео, не там, не какой-нибудь бьюти-блок или... Не-не-не-не, вот именно игровые. Там даже есть девчонка, которая ездила недавно на тот игромер, по которому у меня есть съемки. И даже там ее зафиксировали. Круто-круто, покажешь тебе. Да-да-да. Поэтому, да, есть. Хорошо. Сколько времени вы проводите за компом в день? Ну, я по-разному. В зависимости от того, что мне нужно за ним сделать. Если мне нужно сделать за ним какой-то монтаж ролика, то в зависимости от сложности этого ролика. Например, на реализера может идти пару часов на подготовку сценария, например, и прочего подобного. На сведение, там, музыки, видео, да, то есть... А на какой-то обычный ролик, ну, я его снимаю и тут же сразу монтирую. То есть... Ну да, как обычно. В общем, летсплей записывать легче, чем какой-нибудь мини-проектик. Ну да, намного легче, скажу я вам. Причем, в большинстве своем там даже особо париться со звуком не приходится. То есть, пишешь в разные дорожки и просто сводишь. И запихиваешь, да. Где следующий вопрос? А, ты-то и не ответил, сколько ты проводишь. Ну, я вот не знаю, что он имел в виду. Именно, что... Ну, вообще, наверное, за компьютером. Вообще, раньше проводил почти, можно сказать, весь день. Когда особенно делать нечего, мог сидеть просто. Проснуться, не умывшись, и уже сидеть. Ну да, вот раньше такое тоже бывало. Сейчас, как бы, от случая к лучшему. Ну, как правило, когда что-то делаешь. Да, если работы нету, то целый день, если работы есть, то не провожу. А поскольку я сейчас на отдыхе или на отпуске, как угодно, два месяца, поэтому нету видео на канале, я вообще там не сижу. Вот. Да, он отдыхает. Я отдыхаю от компании. Да, я на стройке в своей квартире работаю все время. Поэтому тоже время сейчас деть. А вы помните каких-нибудь старых знакомых, игроков, которые с вами уже не играют, например, в гром? Ну, в той раз вспомнил, был еще другой человек, Грон, которого я тоже что-то уже давно не видел. Водку я давно видел. Водку я видел каждый стрим, вот даже недавно. Ну, просто я не стримлю, поэтому... Ну, вот видишь, ты много чего пускаешь. Да, поэтому для меня слишком много новых людей там. Вот. Ну, периодическую РФРЛ-ку вижу, вот, например, но он редко прибегает на стрим. Ну, в принципе, много-много народу. Периодически просто я заметил, что не так давно возвращаются, как бы, да, опять. То есть, кто-то ушел, я его очень-очень давно не видел, раз вернулся человек. Ну, вот если посмотреть самый первый стрим на Твиче, можно сравнить, сколько там было народу и кто куда пропал. Какие упоротые законы вы знаете? В Америке их много. Я русских законов не знаю, американских. Можно видео в интернете посмотреть да поржать. Да. У тебя как? Ну, я примерно так же. Я вообще, на самом деле, по законам особо не парюсь. То есть, я, как правило, если меня что-то касается, я изучаю конкретно на эту тему законы. Если меня ничего не касается, мне это не так интересно. То есть, пока я живу спокойно, я живу спокойно. Как только надо что-то узнать, я узнаю. Поэтому особо упоротых законов не знаю. Да, но счет видео американских законов, конечно, мы уже можем посмотреть. Дизельно в интернете. И, кстати, не только американские, там, по-моему, и русские уже есть. Ну, да, русские тоже, по-моему, уже зависали. И другие страны, в том числе. Ну, в основном интересно слушать законы больших цивилизованных стран. Типа, как Америки. Ну, африканские, кстати, тоже законы есть веселые. Да. Сколько я помню. Ну, ты сравнила Африку с Америкой. Ну, там по веселее. Ладно. По-моему, 38-й вопрос повторяется, как 38 попугаев. Сколько времени вы проводите законы в 2-й день? Да, и повторяется с 35-м вопросом, то есть... Копи-паст. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаем ли мы журнал Игромания? Да, и даже какое-то время покупал подписку на него. Я слышал, что такой журнал есть, но я читать не умею. Да и вообще... А это заметно. И вообще не читаю. Ваш любимый YouTube-канал? Свой не считается. Конечно же, твой чувак. Ну, я так и думал, чувак. У меня тоже твой канал, любимый. Периодически смотрим лайки, ставим фавориты, добавляем. Все ништяк. Да-да-да. Деска, сделай стрим по StarCraft в своей игре. Без торгового ряда. Я, в принципе, априори, как я люблю говорить, не люблю торговый ряд не стримить. Я люблю именно чисто в нем сидеть. Когда я его не стримлю, мне аж становится обидно. Поэтому, не. Ну, я не люблю, кстати, вот знаете, просто как-то вот один на один, два на два и прочее. Оно как-то, по-моему, не знаю, не для меня. Это не мое. Не мое. Шутеры какие-нибудь там, это да, это я мог бы там. Платформеры там, например. Да-да, добывать минералы, следить за экономикой, это не твое. Это не мое. Заспаунились, отправил. Да. Крубили новые, вышли, все. Да, вот это вот, да-да-да-да. Так, 42-й вопрос опять повторяется. Нравится ли вам девушке или сплейщице? Так, Эл, где прохождение? Ходс на Эксперте, ты же обещал. Да, я обещал уже сколько, много. Будет ли у нас марафон на твоем канале? Я не знаю, в зависимости от того, насколько ты еще здесь и когда мы это можем сделать. Может быть, если все получится, то может быть, если ты в субботу или в воскресенье будешь там как-то что-то сработать. В воскресенье можно поговорить. В воскресенье можно поговорить. Когда микрофон будет выключен. Ваш любимый класс в Хардстоуне и в Вовке? Ну, в ХАЭС у меня, в принципе, нет класса, потому что я в него не играю. Это логично. А в Вовке у меня сейчас самый любимый класс это Хантер. А остальные, пообычные, это Панда, соответственно, Монг и Хиллер, Прист. Ну, как. В Хардстоуне это Паладин и Маг, Вовке, Чернокнижник и все. В общем, мне там полкаш, так и никто не приглянулся. Был Охотник, потому что там из лука можно было стрелять, но в некоторых аддонах занерфили Охотника, и мне что-то не захотелось больше играть. Может, детка, сделать другие игры в торговом ряду, например, Монопаттл и Фотона Сайлс. Можешь сделать? Я периодически делаю разные игры, то есть не всегда они повторяются. Стараюсь что-то находить в идеале новое, но не всегда это у меня дело получается. Я пытаюсь посмотреть, сколько уже записей идет. А, ты там не увидишь, сколько идет записи. Ваш любимый перс в Старкрафте 2? Если как персонаж, то Аббатур. Если как герой, за которого можно поиграть, то это Зератул. А что я в прошлый раз отвечал? Потому что я не помню, что же я говорил-то, ебать. Черт, какого вы персонажа себе придумал? Не, не, я русский персонаж. А, Стуков? Стуков, да. Да, 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 ты Стукова называл, только ты его перепутал с кем-то. Да, я его с Драгуновым перепутал. С Драгуновым, да, с винтовочкой. Так, почему Эл на этих подкастах постоянно ставит Диабло? Да, вот ты можешь что-нибудь другое поставить? Да, потому что, когда я записываю просто ХС или Диабло, никто не смотрит. А так он заставляет смотреть, его все равно никто не смотрит, да? Да, все равно никто не смотрит. Вот логику включи, поставь что-нибудь другое. Хорошо, поставлю Котиков. Да, вот, кстати, Котиков, я думаю, будет смотреть. Так, тут вообще вопрос, блондинки или брюнетки? Я ответил как в прошлый раз, так и сейчас. Рыжие. Красноволосые. Одно и то же, по-моему. Рэд Хайм, соответственно. Да-да. Симпсоны или Фэмили Гай? Футурама. Футурама, молодец. Ну, из данных двух, Симпсоны все-таки. Почти все, опять халява. Ваш любимый перс в Старкрафте, опять халява. Если вы смотрите ВЦГ, то за какую команду человеков, в частности, болели? За кого ты болел? Если ты вообще смотрел. Я болел за себя. За себя. Но я не попал на ВЦГ. Да, но отборочные ты прошел, но, говоришь, не буду... Да, ну я думаю, что я их там, да. Да, поэтому нет. Я не смотрю, на самом деле, я просто не смотрю ВЦГ, поэтому ни за кого. Ну, а ты... Я все уже... За какого корейца ты болел? За какого корейца? Да не, я за всех отечественных СНГшников болел, которые там прогрызли своими зубками. Единственное, вот кого я знаю, там, например, это Вайтра, вроде как... Дедушку не вспоминать, давай без стариков. Не, ну просто это единственный, кого я знаю, кого я даже смотрел, потому что он играет за протасов, как бы, и, в принципе, я там что-то смотрел даже какое-то время, но... Как-то так. Ну, понятно. За ВЦГ давно не слежу, поэтому... Поэтому не знаю, что творится там на сцене. Ваш любимый певец-музыкант. У меня его не может быть, потому что я слушаю только музыку, где нету слов, а певцы обычно поют. Да. Ну, тебя что? Ну, ты можешь назвать человека того, который именно музыкант, то есть, который сочиняет музыку. Диджеи там в основном, а я их не запоминаю, я не забиваю. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не забиваю таким шлаком себе голову. Ну, а я в последнее время как-то проще все это делаю. У меня в последнее время, опять же, это группа Septim Voice, которую я в последнее время слушаю, которая у меня вот постоянно в стопе стоит. И постоянно он там вот висит в закладочках, да, я там когда грустненько нажимаю, там, посмотреть, послушать, все отлично. Ну, понятно. Следующий. Так, как вам те предложения в стип Dark Souls за 5 рублей и другие какие-то игры, которые я ни за что не прочитаю, которые тоже стоили 5-7 рублей? Валент Хаус, как прав. А как мне сообщил, дескать, оказывается, был какой-то сбой в стиме? Ну, твоё предположение. Нет, либо сбой, либо это пиар такой, что типа вот, смотрите, какие мы добрые, там, купите за столько-то. Но, на самом деле, суть в чём? Я не про это говорил, я говорил о том, что если игры покупать, то либо их покупать за ту цену, которую они даются, да, либо по скидке нормальной, либо по, допустим, пиратской теме, да, то есть не покупать в принципе. Пиратской теме. Если они того не стоят. Но, как-то, если игра стоит, то, по моё мнение, что дарт-соус и сердца таки этого стоят, то всё-таки стоит их купить за нормальные деньги. А, то есть ты такой принципиальный человек, если тебе её за 5 продают, ты такой, не, я лучше подожду, когда скидка пройдёт, куплю её за 250. Не, на самом деле, как бы это не было смешно, но я действительно считаю, что если, ну, то есть тебе понравилось, как сделали игру, я лучше вложусь, и они сделают ещё одну такую же, например, игру. Да, то есть если они не сделают такую же игру, то следующую просто игру я не покупаю. То есть, ну, такую, какую, как бы, если она мне не нравится, я её не беру. Вот и всё. Ну, вот я боюсь, что же будет с Warcrime 4. Обещают, и, кстати, то, что вот я видел ролики, он будет довольно-таки... Хорош. Таким, да, там мир, кстати, намного обширнее, чем... И он будет опять тормозить весь компьютер. И он, да, такой, фризы. Фризы. Как вам игра? Прочитай название. Ну, в общем, та же игра, которую спрашивал с предыдущего посте, Belling Hearts. Мне она очень нравится, у меня есть прохождение на канале, правда, пока ещё не полное, не полное, в связи с тем, что у меня сейчас идёт ремонт, и мне некогда ей заниматься, к сожалению, великому, хотя я вам сказал в прошлый раз, что у меня вот появился, он со следующей недели будет выходить, только я записал первую часть, как мне на следующий день позвонили, с той квартирой сказали, чувак, у тебя прорвало трубу, после чего я пошёл ликвидировать все вот эти вот огрехи того ремонта. Да, то есть компьютерная игра Great War у тебя вылилась в реальную жизнь. Да, у меня стала реальная прям вот хорошая такая война. Да. Давай, следующий вопрос, в компании Старкрафта Золотая Армада, протосов неудержимо, хотя зерки их числом в два счёта разберут, прям история с Айром Тасадар, сверхразумом, где вопрос, не знаю. Ну, суть вопроса, типа, почему зерки проигрывают, я так понимаю, раз они могут их разобрать. Ну, видимо так. Ну, это компания, чувак, не стоит, ты же прекрасно сам понимаешь. Да. Сообщество Лударей, а там в основном только Деско. Мы уже ещё раз будем повторяться, что... Ну, люди-то этого не слышали. Да, что... Ну, он создавался просто, создал канал, да и создал. Да. И все туда понабежали, но получилось так, что в основном Деско теперь стримит по выходным, а я отсыпаюсь или делами занят другими. Да. Сон по-другому. Он кладёт на вас подушку. Он спит. Кстати, обновлённая информация, то, что мы не говорили в других подкастах, которые мы пытались записать. Я единственное, что могу сделать, это передать тебе админку, но переименовать сообщество уже нельзя. Ну, там всё, железное. Ну, то есть, соответственно, мне проще создать ещё одно, но я этого делать, опять же, тоже не буду, потому что какой смысл? У нас во всех видео говорится о том, что сообщество называется так-то, конкретно. То есть люди будут, например, кто смотрел, допустим, прошлые стримы, будут искать именно это сообщество, а мы уже, например, в другом. Да, оно будет пусто. Поэтому смысла этого как-то делать, ну, не вижу. Да. А, и ещё у нас там теперь оказывается порядка 740 с чем-то там человек, может, уже больше на время выхода подкаста, но я лично прифигел, особенно от того, что на стримах при этом бывает человек 10-15, иногда 20. Где же они все спят? Где все, да, спят. Ну, это как с группами ВКонтакте, они просто нажимают кнопку вступить и забывают, что они там. Такие, о, я подписан на него? Кто это такой? Да. Вас когда-нибудь грабили? Я лично такого момента не припомню, причём даже с родственниками. Когда мне лет 5 было, ехали в поезде, нас ограбили, да? Ну, вещи-то не мои были. Хорошо так отделался, а вещи-то не мои. Как вы оцениваете игру Warframe? Не путай с Warframe. Да. Ну, как меня просветили с прошлых записей, это Mail.ru а-ля говно, поэтому я видел что-то там похожее на ContraStra. Вкус и цвет как бы, то есть, ну, кому-то нравится, это больше на Battlefield похоже, нежели на... Эй! Ну, если проводить аналогию, просто Counter-Strike это вообще офигенная игра и покруче Battlefield. Ну, насколько я помню, в Warframe там такая убогая графика, неужели они её подправили? Ну, там, кстати, я честно не заходил в неё даже, потому что я просто увидел как-то у брата, да, то есть как он в неё игрался, потом он мне рассказал полностью своё мнение на этот счёт, а я брату верю, потому что у нас с ним вкусы как бы схожи, поэтому вот так вот. И последний шестидесятый вопрос, и вот он, последний вопрос, да-да, вы и сделали это, давайте посчитаем, сколько Вов приносит уже денег, и многоточие считайте. Много. Много он приносит. Итак, всё, всем спасибо за внимание, насчёт 80 вопросов подумаю, но скорее всего будут, не отчаивайтесь, скажите пока, всей своей родне, опять улыбка, пока-пока. Ты немножко... А, и твоей родне пока, и нашей родне пока. Да-да-да. Так, и кстати, я сделаю микрофон погромче, но максимально вообще не слушаю. Я вас сейчас обрадую, а так как мы записываем сейчас на одном микрофоне, и сводить звуковую дорожку буду я, дорожка будет по идее нормального громкого уровня. Ну смотри, если она не будет. Хорошо, я специально сделаю тебе тише. Ладно, Нова, пиши 80 вопросов, только... Ждём их от тебя. Ждём их, и не... И не повторяйся, потому что мы что-то насчитали, по-моему, 5 или 7 вопросов, которые были похожи. Да. Чё не грубо. Не халтурь. Да. Пиши качество, а не количество. Да. Всем удачи, спасибо, с вами были, как всегда, ЛДС. Пока-пока. Пока-пока.